Музыка Меня зовут Халиков Вадим, родом я из Нурсултана, я актёр. В семье нас четверо человек. Папа, мама, моя старшая сестра и младший. Это я. В школе я любил очень притягивать к себе внимание. Моим любимым предметом была литература. Я любил учить стихотворения, причём очень длинные. Меня постоянно приглашали быть ведущим. Музыка Я думаю, я ко всему пришёл через танцы. Я с детства занимался танцами, но именно в душу запал мне именно брейкинг. Для меня это как полнейшая свобода для творчества и для того, что я могу сделать. Я начал заниматься брейкингом, и впоследствии я уже поступил на режиссуру и дальше на актёрское мастерство. Первонаперво меня отправила на брейкинг мама. Она искала гармоничный спорт для гиперактивного ребёнка. Впоследствии я начал участвовать в различных проектах, связанных с танцами, начал уже зарабатывать благодаря танцам. И я подумал, почему бы и нет. И, собственно говоря, я и поступил в творческий университет Казну и Шабыт на режиссуру игрового кино. Когда я поступил в университет, началась моя творческая жизнь. Я начал активно участвовать в разного рода проектах. И потихоньку это как-то нарастало, набирало обороты и масштабы. И вот привело меня в театр. Мой запоминающийся проект — это «Беле Казахстан». В 2016 году я поехал в Алмату и решил поучаствовать, попробовать себя в танцах. Наверное, один из любимых моих проектов — это иммерсивная постановка. Это театр без четвёртой стены. То есть мы не сидим и наблюдаем, что происходит на сцене. А мы полностью вовлечены в этот спектакль. То есть мы полноправный участник происходящего. И для меня, как для режиссёра-постановщика, в первый раз сделать это в Казахстане было, конечно, непростой задачей. Помимо иммерсивной постановки я ещё ставил перформансы. Вот один из перформансов назывался «Творческий голод». Была выставка «10 лучших фотографов Казахстана». И вот я делал открытие. Я собрал танцоров ребят, написал монолог и сделал такую живую инсталляцию творческого голода. Очень вдохновляюсь этой работой. И хотел бы в Казахстане продолжать заниматься и развивать перформативное искусство, иммерсивные постановки. Помимо различных проектов, также имею опыт работы в кино. Фильм называется «Алжир». Вообще съёмки в кино и работа в театре очень отличаются. Был момент, когда я привыкал к масштабам. То есть на сцене ты вот работаешь вот так, вот с таким посылом. А в кино ты понимаешь, что кадр тебя вот снимает вот так. И ты в этот кадр пытаешься уместить все чувства, всё, что у тебя внутри, и показать это взглядом. С женой я познакомился также на постановке. У нас маленькая доченька Аниса. Мой ангелок. И это просто счастье и любовь безграничная. Ну и в преддверии праздника, конечно, хотелось бы поздравить всех казахстанцев с этим знаменательным днём. Сила в единстве. Кино или театр – это коллективное творчество. Путь к успеху зависит от каждого из нас. Так давайте же будем независимыми, как наша республика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!